Микс Ньюс Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа», потому что сегодня день добрых дел на радио «Болтком». Ведут программу Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Гость у нас сегодня в студии легенда латвийского рока Вячеслав Митрохин, основатель группы «Митрохин Мастер Бэнд». И вот сейчас он выступает с оркестром со своим. А также напомним, что это бывший соло-гитарист, вокальный инструмент инструментального ансамбля «Паулса Мода». Вот мы будем вспоминать сейчас очень многие интересные вещи. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Такое достояние республики практически. Да, да, да. Заполучили программу. Живая Олегин, а помогает нам Вячеслав привлечь ваше внимание к нашему проекту, о котором мы вам рассказывали на прошлой неделе. Мы помогаем приобрести и установить кнопку жизни. Это такой приборчик, устройство, для конкретных 25 людей с инвалидностью. Это одинокие, пожилые, люди с инвалидностью, которые оказались в очень сложной такой ситуации. Это беспомощные люди. И это кнопка помощи, которая отправит соцсигнал для того, чтобы они в любой момент могли получить помощь. Это если человек упал, да, и не может встать. Вот мы описывали несколько таких случаев. Это если человек незрячий пошел и заблудился. Темнота, он потерял ориентацию, он просто нажимает кнопку и его находит. И вот перед нами список. У нас 25 человек. Просто поименно можем называть, но просто не будем терять время. И итоги. Значит, за неделю собрано 1750 евро и поступило 628 звонков. Вообще, мы, конечно, когда у нас случаются такие коллективные, как мы называем, проекты, достаточно сложно идет сбор денег. Потому что если мы говорим вот пятилетнему ребенку такому-то и такому-то нужны деньги на операцию, и люди реагируют, как-то все происходит быстро. А когда вот коллективное, почему-то кажется, что возможно, почему это мы должны участвовать, может быть, это дело государства. Но государство эту кнопку не оплачивает. А за этими 25 строчками в нашем списке, это 25 человек со своими страхами, со своей болью, со своей бедой, со своей судьбой. И мы очень просим вашей помощи. Мы продлили этот проект еще на неделю. И наш телефон 9306384 помогает вот этим конкретным людям получить вот этот волшебный прибор. Не остаться беспомощными в какой-то трудной ситуации. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Вячеслав Митрохин, легенда латвийского рока. Вот когда вы слышите слово легенда, что вы испытываете, какие ощущения? Признайтесь. За тапочками надо ходить, за белыми. Нет, ну серьезно. Ай, знаете, это как-то все, это смешно для меня выглядит. Ну, видимо, нужны эти аппетиты, чтобы придать какую-то, ну, неважность о том, что легенда, значит, очень долго, человек уже давно. Нет, это значит, что любим зрителями. Ну, трудно сказать, потому что разные легенды есть и отрицательные легенды. Вот, это, видимо, давно уже ассоциируется, но, видимо, так надо. Мне как-то это, ну, мне странно всегда это слышать, но если людям это надо, значит, надо. Ну, вот ваша популярность, она десятилетиями, да, не меняется. Давайте сейчас сразу с самого актуального, может быть, начнем. Вы готовите какой-то очень крутой проект к Рождеству. Вот у нас, наверное, первое упоминание Рождества и Нового года сейчас будет, сейчас еще осень, но вот начнем, да, мы обычно в ноябре начинаем там рассказывать, что готовится, а сейчас мы начнем вот в конце октября, благодаря вам. Расскажите, пожалуйста, что это такое? У меня никогда не было программы, ну, связанной с Рождеством, там, с Новым годом. Ну, не знаю почему, ну, может, потому что все-таки ту музыку, которую обычно слушают перед Рождеством, она как бы не моя музыка, она такая спокойная, ну, как бы она... Лизическая. Лизическая, она, видимо, такая должна быть, но почему бы и нет, как мы подумали тут все, сидя общим нашим людьми, которые занимаются концертами, почему бы не сделать что-то такое более активное, более жесткое, ну, не в такой степени, что прям хэви-метал там, что-то жесткое, ну, такой в рок, в таком достаточно бодром стиле, и почему бы не взять эти рождественские песни. Ну, я думаю, что две-три будут очень популярны, очень популярны рождественские, спеты в свое время звездами, и некоторые песни, которые я сам теперь уже стал готовить, ну, именно рождественские песни, но они будут там в стиле, таком ритм-блюз, может быть, такой более в роковом направлении, но более активное все это будет, активное Рождество должно быть. – Динамичное Рождество. – Да, динамичное, именно вот динамичное. – То есть такой рок-кристмус будет. – Ну, рок-кристмус, можно так еще, «The Best», там лучшие песни, там и кавер, и свои какие-то, но еще как бы не до конца программа, еще что-то вставится, ну, она уже почти вся готова, она в нотах уже готова, – А детей можно туда приводить? – Да, конечно, ну, ничего такого страшного не будет, просто будет громко. – А на каком языке? – На латышском будет языке, вот то, что я в своей песне делаю, может, каких-то латышских авторов мы еще поищем, такой, чтобы, ну, именно уже в стиль попасть. Ну, и на английском языке, ну, там будет две, две или три, но очень популярные, и в таком необычном подходе, в необычной аранжировке, чтобы это было… – В общем, интрига. – Интрига, да, интрига. – А где, где, где это будет? – Ну, вообще, это шесть концертов, 12-го в Алмире, 17-го в Лепе, 19-го в Кулдыге, 20-го в Смилтоне, 22-го в Венсплсе и 23-го в Землю Блазма, в Риге считать. – В Риге, 23-го, прямо накануне Рождества. – А вот даже удивительно, мне, когда мы начали эту небольшую раскрутку, этой программы, и с Смилтона позвонили, а мы тоже хотим. – Вот так, приятно. – Да, это значит, начало работать, значит, это может быть продолжать. Ну, и потом, еще такой шкурный, теперь немножко эффект, эффект от этого, или как бы желание, потому что никогда не было именно декабрь, не то, что был пустой, но если работали корпоративом, все же это закончилось, а тут будет программа, которую можно, изменив несколько песен, и в следующем году сыграть. – Ну, да, да. – Или «Хард-рок Крисмас», – Интересный проект. – Или «Металл Крисмас». – Ну, этот проект, чтобы он жил долго, и чтобы его интересно было играть. Ну, много гитары будет, такой активной гитары, как сейчас модные эти все звуки. И не знаю, если, конечно, все будет зависеть от посещения, потому что все же это коммерческие, это все мы сами теперь делаем. Может быть, если все пойдет более-менее по билетам, если нас не убьет до конца вирус, конечно, трудно сказать, какие ограничения будут сняты или добавлены, потому что на нас добавили, мы еще как бы пока справляемся так с трудом, а если еще вырежут, ну, не знаю, тогда, я даже не знаю, или переносить придется, но не хочется. Ну, и потом… – Ну, желаем удачи. – Ну, да, и, может быть, пригласим еще и каких-нибудь актеров, и танцорок, и, может, «Снегурочек». – «Снегурочек». – Таких. – Ну, в 16 плюс, 12 плюс, ну, в «Снегурочек». Ну, так, чтобы это было поинтереснее. Посмотрим, как время покажет. – В общем, вас заинтриговали, дорогие радиослушатели. Пожалуйста, смотрите, следите за информацией на нашем сайте и в рубрике «Зеленая лампа» и на сайте mixnews.lv. Мы будем об этом сообщать. А сейчас вот мы, Вячеслав, попросим включить вашу песню, одну из недавно вами записанных. – О, нет, ну, это вообще песня очень старая, очень давно. Но я ее реанимировал на русском языке. Ну, несколько лет назад решил, такой альбом назывался «Первый», решил ее сделать. Ну, самые лучшие, какие у меня самого, по моему мнению, и получились. Мы сделали новые тексты. – Нам очень понравилось. – И запустили мы этот такой проект. Текст фильма «Зеленая лампа» Солнце тихо встает над туманной рекой, 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 мы на машине в отпуске ездим всегда. Тогда первый раз без ребенка. Но ребенок был в проекте. И приехали на это озеро, и хорошо, я когда ехал, жена еще бралась, мне жена фотограф, взяли три камеры с собой, и я говорю, зачем тебе три камеры? Ну как, ну одна такая, другая такая, мало ли что, мало ли видео снимают. Предчувствие. Ну, не знаю. А я бросаю гитару в багажник, бросаю, зачем тебе гитара? Я говорю, ну мало ли чего. И, в общем, приехали на это озеро Гарда, очарованы были этим видом, просто фантастика. Хотя это был октябрь уже. Ну, как сейчас. Ну, да, да. Ну, там теплее, там рано светает, ну, вечером там прохладно, рано темнеет. И вот мы до полшестого, пока можно было снимать, мы даже никуда из-за этого не поехали. Три дня снимали клип на этом озере. Еще смеялись, ну, у нас высокобюджетный клип, снятый в Италии. Ну, там такие просторы, там такой вид вообще на этом озере, это фантастика. И мы каждый год теперь туда. Ну, этот год пустой. Пустой. Каждый год на это озеро решили. Вот поедем в Германию. Нет, в конце концов, нет, поедем туда. Все равно туда. Ну, мы очень желаем, чтобы все-таки коронавирус отступил, и чтобы вы смогли в будущем году эту традицию все-таки продолжить. Ну, мы могли бы в этом году, но так не хочется две недели сидеть. А клип где можно посмотреть? А в Ютубе, в Ютубе набираете перелетные птицы, Вячеслава Митрохина, там все выскакивает. Потому что много там похожих. Хоть посмотреть на озеро Гордо. Да, ну, красиво там идти, там все красиво. Просто фантастика. Вячеслав, мы говорили о рождественской программе, о том, что вот уже все, надо включать как-то мысли, готовиться к Рождеству. Рождество – это во всем мире период благотворительности. Вот наша программа тоже благотворительная. Что для вас вообще Рождество? Вот этот праздник. Ну, вот трудно сказать. Ну, так как мы люди прошлого века, ну, старые закалки, как сказать, мы люди СССР, можно сказать. А вы знаете, как у нас к религии относились, кстати, все эти, да? Рождество практически не праздновали не потому, что мы хотели, а, скорее всего, почему это у родителей? Не было традиции. Ну, не было традиции и немножко боялись, естественно. Вот мать у меня, до конца ее жизни, вот кто-то нас там подслушивает. Она вела себя очень спокойно, потому что, видимо, этот страх, переживший ей войну, она прошла с отцом. И, видимо, вот это то, что когда людей увозили, видимо, у них это все осталось. И потому эта традиция не была, особенно у русскоязычного, ну, у русских живущих доживателей. Ну, она такая, кто праздновал, кто не праздновал. Так как мы, я стал уже рано играть, так как мы эти вечера играли, я всегда был рядом с этим. То есть для меня это не было самым главным праздником. Ну, традиция была Новый год. Ну, и по сей день для меня Новый год. Это мой самый главный праздник. Такой вот как-то, ну, к Новому году я отношусь каким-то таким, с позитивом, что вот завтра будет лучше. А теперь как-то вот становится традицией. Мы часто теперь играем. Ну, теперь, Коль, сделаем программу. Ну, нормально к этому относимся. В принципе, так, наверное, даже. Но нам вообще повезло. У нас и Рождество католическое, и Новый год стандартный, и Новый год русский, и православное Рождество. Нам явно повезло. Да, да, да. А у вас была какая-то в детстве любимая песня, новогодняя или Рождество? А, нет, вы знаете. Я как-то, так как я вот с пяти лет занимаюсь музыкой, и я вот к этому, к любимому или к любимому артисту отношусь очень так, ну, так, ну, равнодушно, потому что для меня просто... Вы что, подъемочкой не пели? Ну, наверное, пел, я уже даже не помню. Скорее всего, пели где-нибудь подъемочкой. Но, вы знаете, я, так как я вот, как-то у меня это все профессионально началось получаться, как-то быстро я с первого в третий класс, и так, все так пошло, 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 пошло. Ну, еще в те времена к этому я хорошо по-латышски говорил, всегда к этому относились там практически в музыкальном училище, а в латышских, ну, лучших педагогов старались дать, не знаю почему. Но у меня это как бы только на руку было. Ну, как почему? Потому что талантливый ребенок. Ну, наверное, да. А вот вы на скрипке играли же, да? Ну, как-то в 66-м году эта скрипка стала падать у меня в глазах, потому что Битлз появился и прочее, прочее. И вот я не договорил мысли, и вот отношение пел под елочкой, спеть в дом, в дома под гитарей, я никогда этого не делал, не знаю почему. Ну, потому что, видимо, уже учился какому-то профессионализму. Для меня это было как-то, ну, ну, не по мне это. Вот сидеть и играть там, не знаю, я по сей день не могу играть дома. Ну, если только я по работе что-то делаю. Для меня это как-то... Есть люди, которым это нравится, вот они пускай играют. Я могу подпеть так, припевчик какой-то для изуважения, а вот играть так просто не знаю почему-то. Ну, видимо, потому что никто не платить не хочет. Ну, вот время Рождества всё равно так или иначе приходит, и это дни благотворительности, когда люди, многие просто вспоминают, что рядом есть те, кому нужна помощь. А мы сейчас вот вам напоминаем, что наша программа помогает ещё одну неделю. Мы продлили на неделю эту акцию, потому что не собрали мы нужную сумму. Половину только где-то примерно собрали. Это 25 человек с инвалидностью и потерей зрения, которые живут... Большинство из них живёт в Даговпилсе. Общество незрячих в Даговпилсе. Люди, перенесшие инсульт. И колясочники. Вот они, эти общества, людей с инвалидностью выбрали по несколько человек, которым действительно очень-очень жизненно необходимо. Сами не могут это приобрести. Ну, спасёт. И когда мы готовили этот проект, вот мы общались с ними, нам рассказали конкретные случаи. Серафима, пожилая, одинокая женщина, она просто упала дома и несколько часов лежала на полу, не могла встать. Хорошо, что люди спохватились у кого-то там, кто-то понял, что что-то не так, начали взламывали дверь, женщину спасли. А если бы не спохватились, если одинокий человек с инвалидностью, ему же просто никто не звонит. И эти кнопки, конечно, решают очень многие проблемы, потому что круглосуточно работает оператор. И вот просто по именам, вот Валентин, Елена, Екатерина, Александр, вот Александр Вертинский, человек пережил два инсульта. Вы можете себе представить, как после двух инсультов, да, у человека двигательная активность. И у него ещё протез на ноге. Вот недавно просто он упал и сломал ногу, живёт один, на улицу уходит один, да, очень ждёт, что удастся ему вот получить эту кнопку. То есть вот эти люди, они реально ждут и надеются. Ну и мы должны ещё сказать, что, конечно, конечно, многие нам скажут, что это дело государства. Но вот в Риге, например, самоуправление оплачивает кнопку инвалидам, которые обращаются. Мы собираем только кнопочку, которая действует в квартире. А в Даугавпилсе нет. А мы собираем людям на кнопочку, которая действует и на улице. Потому что вот ещё один случай. Валентин из Даугавпилсе, член общества незрячих, он вот буквально недавний случай, он пошёл просто прогуляться, вот по изученному маршруту, и выронил мобильный телефон. И всё. Человек в сумерке, человек не видит, не ориентируется. Пришлось подключать к поискам полицию и волонтёров. А если у него будет эта кнопка, он просто... Ну, человек не будет в постоянном напряжении, в страхе и в стрессе. Напоминаем, телефон 9300-6384. Евро 42 цента звоночек. И мы, в принципе, с вами звонками можем помочь этим конкретно 25 людям. Сейчас у нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. С нами Вячеслав Митрохин. Мы продолжим после перерыва на рекламу, продолжим разговор о музыке. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что в гостях у нас Вячеслав Митрохин. Легенда латвийского рока. Вот он улыбается. Вячеслав, в конце прошлого года у вас было запланировано концертное турне по Латвии. Оно состоялось или его пришлось прервать? Вот, можно сказать, потом перенесли. То, что перенесли. Вот сейчас мы эти концерты отыгрываем практически, которые были на весну запланированы. Ну, несколько новых ноябрьских концертов, которые не были. А вот остальные все, плюс вот это. Как бы мы уже в начале года думали об этой программе на Рождество. Ну, вот это хотим завершить. Дай Бог всё это случится. Ну, как бы тяжелее стало, потому что как-то мы, когда я начал эту концертную деятельность, заново, как бы, уже два, третий год, как-то всё начало раскручиваться. Вот первый был хороший, потом мы сами стали делать, и потом ещё второй раз сами, как бы, всё это стало с большим интересом. И вот это 15-е несчастное число марта, которое нас так опустило совсем, мы не знали, что делать. И теперь мы проводим концерты в любом количестве публики, потому что уже переносные концерты. Второй раз переносить, то есть один раз отменим, второй раз отменим, и всё, и всё, это забывается. А, ну что там идти, там они отменяют постоянно. Ну, да, какой-то скепсис уже такой. Ну, нельзя, это мы решили. А где информация на вашей страничке? А вот на странице и в Фейсбуке, ну где, не, мы даём, и афиши, опять, вот что обидно, что мы заново в рекламу вкладываемся. И так это всё очень так, очень в ноль плюс, туда-сюда, эти концерты, особенно сейчас. Ну, уже реклама была сделана, уже всё было закручено, и всё это улетело. Вот сегодня отправили в пять городов афиши опять. Ну, нашли, конечно, мы такое место, где совсем рядом здесь и быстро, и качественно, и, ну, по хорошей цене делают эти афиши, а без них вообще никак. Как вот вы чисто эмоционально, вот с этим вот настроением, которое портит всем ковид, справляетесь? Вот как вы себя уговариваете или настраиваете? Ну, вот как-то мы, ну, у меня построенный дом, мы всё, всё как бы, всё скинули, и решили с женой, что надо нам построить свой, мы хорошую землю купили. Всё так по случаю. И как это началось, это строится, там, то, сё, я там и Порш свой продал, и всё, потому что на Порше сажусь в год в шесть раз, домой буду ходить каждый день. Ну, и сделал я гараж двухэтажный, там, на втором студии сейчас осталось, мне только звукоизоляцию делать. Как бы мне было, что делать, то есть всё по стойму, и там же, потому что у нас там и на третий этаж пошёл, и на второй, и в саду поделать. То есть некогда было. Да, особенно и клип мы сняли, вот этот пандемик в гараже. Вот расскажите-ка про этот клип. Ну, это вообще смешно, конечно, решили. Мне жена говорит, надо, давай музыка. У меня такая электронная, из электронного проекта, вот то, что вот хотим сделать сейчас на сказке, вот этот такой электронный гитарный проект с электроникой, так он стоит, как бы, ну, уже материала куча, осталось только это всё в кучу собрать. И решили одну из этих мелодий, которые у меня там, я немножко про жёстче сделал, и решили сделать актуальный клип на эту пандемию, да. И такой смешной, ну, как смешно, но такой, купили противогазы советские, поехали, нашли, кто продаёт. Вот у одного парня там в гараже вообще там просто склад. С советских времён ему по наследству, видимо, от дедушки достался гараж. Интересно, сколько может стоить противогаз? Ой, 3 евро. Ну, там 3-2 евро там ещё. Не говорите, где вы их брали, а потом сейчас все побегут. А мы по-эсэски там нашли, подъехали, посмотрели, ой, забирайте. То есть реквизит недорого. Да, мы купили 3 противогаза для ребёнка, для меня, раз, каждый своего размера. Сняли, так как тяжело было снимать. В гараже этот звук, с ума сойти, этот дым он опустили. Ну, этот, он такой весь в дыму. Ну, кадры вставили со скорой помощи. Такой, чисто, вот чисто такой на эту тему. Актуальный. Ну, вот это заняло время. Ещё там, потом летом, когда ещё особенно нельзя было, ещё это конфлик, сняли вот этот, с ребёнком этот клип на алтышскую песню у Пенеза. Да, вот это очень красивый клип. Мы вам просто советуем всем посмотреть, как его найти. Расскажите тоже на ютубе, да? Да, да. Ваша дочка Алиса там поёт, танцует и очень красиво. Очень красиво в венке, на фоне очень красивой латвийской природы. Ну, мы готовились. Ну, так как я мне песню... Это не то, что противогаз, там такой венок очень... Ну, да, да. А то, что эта песня была ещё в 1972 году на фестивале Лепа и Зинтерс, мы со своей группой тогда, Стронци 70, мы заняли... Стронци? Лучшая обработка, я там лучший инструменталист, так мы очень хорошо там играли, котировались. И это 1972 год, и там это тогда было обязательно в каждом фестивале, и каждая группа обрабатывала одну и ту же народную песню. Ну, это какая-то традиция была. И лучшая обработка, там, ну, приз давали, там, всё прочее. То есть кто первый, кто второй, кто третье место и так далее. Вот эта лучшая обработка была, я решил её в память, ну, к сожалению, умершему музыканту, который эту аранжировку начинал делать, потом, как бы, мы все вместе участвовали, я там ещё на стиральной доске играл. Ну, так вот, чисто национально, в таком, в народном стиле. Ну, и здесь тоже, потому как бы просто было придумать, что нужна чистая такая тематика национальная, вот, ну, местная, латышского колорита. И очень хорошая реакция была. Там за неделю чуть ли не 10 тысяч там просмотров. Ну, давайте расскажем радиослушателям, сколько лет вашей дочке, Алисе. Давайте расскажем радиослушателю, как называется эта песня, чтобы ввести в поиск в Ютубе. И всё расскажем. Есть у Пенесса Озуолыню. Всё, заводите и посмотрите чудесный клип. Да, заводите песню, можете там написать Алисе или Митрохин поставить, ну, он находит в поисках. Там, в поисках мы уже эти правильные названия, хэштеги ставим, так что всегда находит. И Алисе 8 лет. Алисе 8 лет пошла, вот, в музыкальную школу, уже второй год, ну, решили её на класс фортепиано, потому что у меня как бы сын Денис на скрипке, ему как-то это подходило, он хорошо играл. И, ну, решил я эту скрипку не брать, потому что это такой, я хочу сам скрипать, бывший. Ну, это тяжёлый инструмент, конечно, для этого надо немножко больше, чем для фортепиано. Хотя никакой инструмент такой лёгкий, нелёгкий инструмент, любой инструмент требует внимания, таланта и прочее, прочее. Ну, фортепиано более тут чисто такое из-за полезности, потому что это инструмент такой, который, ну, основной инструмент жизни вообще музыканта. Я же тоже на рояле не сильно, там, говорю, ну, что-то, если надо мне сделать без помощи компьютера и каких-то остальных вещей, то, конечно, за рояль. Там садишься и всё это перед руками, перед глазами у тебя вся партитура уже на месте. И потом, и не обязательно быть пианистом, можно быть и композитором, можно быть и аранжировщиком, а без рояля, ну, никак. Ну, да, это очень важно. А вот ещё вы в прошлом году сняли видеоклип «Искатель счастья». Ваша жена Анна была режиссёром. Да, да, это, ну, это вот, опять же, клип, связанный с теперешними проблемами. Ну, вечно мы ищем счастье, там, где хорошо, там, ну, короче говоря, хорошо там, где нас нет. Вот такой русский перевод, да. Вот хорошо там, действительно, где нас нет. Ну, там и по тексту всё такло, и тоже был латышский текст специально был рассчитан, потому что это русская песня вообще, написанная тоже какое-то время назад. Решили, что текст должен быть современный, и я эту аранжировку совсем переделал, и вот она в таком смысле и имеет смысловую нагрузку. А давайте послушаем ещё одну песню Вячеслава, другую. Сейчас нам расскажете про неё. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот мы прослушали фрагмент песни, вы эту песню тоже на концертах поёте, да? Да, мы её поём, она была с другим названием, она была странной, но хотя на латышском такое же название «Савадникс». И перевод этой песни на русском языке, ленинградский, такой Александр Костерев поэт, сделал Петри Студенс, который со мной работал в те годы, и на латышском языке очень удачно, и по большому счёту я сейчас её на концерте исполняю на латышском языке, и она даже как-то лучше поётся, ну потому что мы вместе это делали, важное сочетание слов, перехода гласных на согласные по мелодии, это очень важный момент, и он с этим справился, и мне нравится петь его песни с его текстами. А вот эта песня прозвучала, это та же песня, но мы решили усовременить текст, сделать его, ну вот такой вот прокос, что кто-то живёт, живёт на более такую позитивную штуку, кто-то может к нам придёт, но всё-таки будет всё хорошо. Напоминаем, что Вячеслав Митрохин, он не просто певец, музыкант, рокер, он и композитор, и аранжировщик. Вот знаете, о чём мы не можем не спросить вас? Сейчас мы все ходим в масках, ну не то чтобы ходим, но во всех общественных местах, да, мы находимся в масках, и это очень строго. Но в вашей жизни уже были такие ситуации, когда вы пели с вашими музыкантами, пели в маске. Расскажите, где и когда это было? То есть этот опыт? Я как-то на Фейсбуке, когда началась вот эта вся пандемия, этот бум с этими масками, что носить надо было, я как-то побракал фотографию 1986 года, где я стою в медицинской такой одежде. А вот мы у вас её утащили на Фейсбуке. Ну да, с военной одеждой, и с маской, и с гитарой. Но это на репетиции, на концерте, конечно, маску снимали. А кто-то ещё там поиздевался. Вот, в Чернобыле маска от радиации спасали. Нет, маски нам выдавали, потому что там столько пыли было. Потому что летали самолёты. То есть вы были в Чернобыле, вы там выступали. В Чернобыле, были в Чернобыле, да, выступали для людей, которые там, ну, практически умирали. Это страшно. Это примерно как сейчас. Но только сейчас это в городе, а там ты сидишь в этой Припяти, и 30 километров от зоны отчуждения, где уже вообще нельзя ступать. Это всё равно это. Вот 30 километров, а вот 10 метров от 30-километровой зоны госпиталь, в котором мы выступаем. Вот обалденно. 10 метров нас спасали. А не страшно было ехать туда? Ну, что, ну, как-то... Ну, ведь многие отказались, просто не поехали. Да, просто сказали, поедете. Я говорю, я спрошу у коллектива. Мы как раз в филармонию посмотрели. То есть вы сами решили? Да, я пришёл, говорю, ребята, вот такой вот вариант, что все отказались, все наши, все наши известные, все наши патриоты, все отказались. Ну, отчасти они правы, кого это волнует, да. Но вот как-то мы, как-то мы отнеслись к этому. Вот потому что в армии у нас весь коллектив практически, ну, женщины все согласились ехать. У меня жена и танцовщицы были, я удивился даже. Я говорю, ну, любой может отказаться. Тот, кто хочет, мы и втроём, в четырём можем поехать. Короче, все согласились, мы единственные, которые из Латвии, которые поехали туда. Так что маску мы тоже знаем, что это такое. Как вас там встречали? Ой, очень хорошо. Вообще-таки одна из лучших вообще поездок. Вот чисто вот эмоционально, она одна из лучших, потому что и этот адреналин, и эта тревога, и это вот такое немножко состояние, ну, при мне один погиб, ну, кончила с собой жизнь, потому что, ну, морально очень тяжело там было. Есть враг, неизвестно где он. Ну, и потом там разрешили сначала алкоголь употреблять, продавался, потому что алкоголь немножко сдерживает, как бы, в оболочку берёт. Потому что первым случаем это выяснили, когда на американской первой подвойной лодке был, и там один афроамериканец прожил полгода, все остальные умерли. Оказывается, уточнили, он был просто в стельку пьяный, ну, после смены бутылка виски и спал. И он ещё полгода прожил там на этой лодке, когда спасли её. И это всё помогало. Но вы знаете, как советские люди в прошлом веке, что такое было алкоголь? Ну, как себя человек может, разные ситуации, ещё стрессовало. И, конечно, начались проблемы с этим алкоголем. И алкоголь запретили. Ну, вам-то давали втихаря и спирт, разведите и выпейте обязательно все, пожалуйста, там. Ну, это ничем они другим не могли помочь. Когда вас туда отправляли, никто даже не представлял, во что это может влиться. Представляли, в принципе, как бы инструктировали и предупредили, что это не шутки. Но мы будем там, мы мылись там по шесть, по семь раз в день. Ты приехал, тебя уже через душ. А солдатам невозможно же там два раза в неделю. Или один раз в неделю мылись они. Ну, как конкретно мылись. Мыли эти тротуары. Ну, как? Это страшно всё. То есть, получается, что у вас весь коллектив согласился. Значит, это была какая-то очень дружная команда с какими-то важными ценностями. Да, вот мы три года как бы отработали, как-то у нас всё так душа в душу, мы очень хорошо. Но люди, которые менялись, просто по стечению каких-то обстоятельств не могли, много гастролей было. Не каждый их выдерживает. И потом в конце осталось там пятеро нас осталось, которые, ну, которые были готовы ездить, которые, которым это не в тягость. Мне это не в тягость. Я всю жизнь где-то езжу и как бы гастролирую. И чем больше, тем лучше. Вот. И там, да, вот это как-то всё очень так. И очень спокойно было. И так сплочено. И двух врачей мы вытащили оттуда, помогли. Ну, мы же ехали с местными генералами, со всеми этими начальниками. И, конечно, мы там уже двое, один в Юрмале, один рижский врач. Они там третий месяц. Ни за что, ни про что. Ну, как-то руки не доходят. Специалистов мало. И мы их просто уговорили, они их через три дня вытащили. Даже потом встречались с нами, так благодарили, что. Вот повезло нам ещё кого-то вытащить оттуда. В принципе, вот все эти сюжеты, о которых вы рассказываете, они о том, что надо помогать, надо откликаться. Да. И мы наших радиослушателей приглашаем тоже принять участие, помочь, откликнуться для того, чтобы 25 человек, оказавшихся в очень сложной, ну, одинокие, беспомощные люди с инвалидностью, могли бы получить кнопку помощи. Кнопка стоит 197 евро на год. Собственно, приборчик и абонентная плата. И мы просим вашего звонка на наш благотворительный телефон 9-3-0-6-3-8-4. И вы знаете, вот как-то мы в ежедневной жизни не думаем, вот как в вашем клипе вот вы сказали, что счастье где, да? Ну, вот мы не думаем, какие мы счастливы, потому что нас глаза видят, да? Руки-ноги нас слушаются. У нас есть какие-то близкие люди. А есть люди лишенные этого, есть люди одинокие. И вот они, если мы можем немножечко как-то поделиться, помочь, вот хотя бы одним звонком, мы очень вас просим. А также на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» в наших публикациях даны банковские реквизиты. Счет открыт в благотворительном фонде «Be Open». Специальный проект. Цель платежа там «Дзива Спога» надо указать обязательно. «Дзива Спога». И мы через неделю обязательно расскажем, что удалось и что получилось. И мы очень хотим, потому что 13 ноября Международный день незрячих отмечается в мире. Если у нас получится вот что-то, собрать эти деньги и доставить этим людям в «Даугавпилс» эту кнопку жизни, это будет огромный, огромный подарок, огромное дело. Вячеслав, вот не можем не спросить у вас про ваших котов. То есть еще это из другой области вопрос, несвязанный с музыкой, или они тоже музыкальные, может быть, да? То есть у вас живет пять котов дома. Откуда они взялись? Это мы знаем точно, что есть. Да, это вообще… Я не то, что сказать, что кошатник какой-то, но кошки мне всегда нравились. Еще и в детстве, еще в лепой. Появилась кошка, которую жена нашла, вот мы на Мадуне с улицы жили. Ну, просто там ходили кошатники кормить целую батарею, там у них домик стоял. И одна кошка лежит там, ну все, она блоха стоит, просто умирает. Жена принесла домой ящик, говорю, давай положим ее в ящик, почистим, ну, потому что эти блохи уйдут там, и там разберемся, потом помоем. Ну, и как решили посмотреть, что там на второй день. Она отвезли, и говорите, ну, она взяли, да, нормальная кошка, так она и живет. Потом ребенок, когда ей было, сколько же было, Алисе? Четыре годика, или я не помню. Хочу кошечку тоже свою, типа кошку. Ну, решили, взяли еще одну. То есть персональную ей, да? Ну, она хочет, вот захотела кошку, ну, взрослеет, она вообще любит кошку, у нее там все с котиками, и телефон там с котиками, и тетрадки с котиками, и книжку теперь. И сейчас книжку эту купили с котиками, такая счастливая, и уткнулась в этот телефон, и эту книжку тут же она читает, тут же она читает в этом самом, и тут же она ее читает, тут же она ее читает в этом, после этой книги, там тут же лежит, ну, любит она эти дела все. Ну, появилась еще одна кошка. Ну, в основном мы берем те, кто распространяет кошку, еще в Болдара ездили. Потом жена, не знаю, через год, а переехали мы, нет, это еще, кажется, в старом доме, или через год, хочу рыжую кошку, вот хочу и все. Рыжую кошку, не знаю, вот рыжий, ну ладно, забираем рыжую. Тоже в Юрмале одна женщина занимается, тоже такую выловили кошку, красивая, нормальная кошка. Ну, хорошо, она приносит деньги, она приносит счастье, она приносит это. Вот и дом строится, как бы, видишь, без задержек. Замечательно. Ну, и потом два кота просто приблудились. Вот уже в новом доме, один серенький, там, два года назад. А не знаю, откуда идти. Вот он стоит и смотрит, ну, оказался русская голубая. Ничего себе. Ну, видимо, удрал или откуда-то, ну, серый прямо весь, ну, вот русская голубая. Потом отвезли там ветеринарку, там, да, это у вас русская голубая, что вы, смотрите. Тут даже разговаривают. Ну, даже если и нет, не в этом дело. Он интересный кот такой. И вот он просто в окно смотрит, у нас большие окна внизу, на низу, ну, большую комнату. Жена говорит, стой, говорит, чтобы никуда не отвлекался. Стой, чтобы он внимательно на тебя посмотрел на тебя и не уходил никуда. Я смотрю на него. Она выходит из балкона и позвала его. И он пришел. Я говорю, ну, смотри, вот если пойдет в туалет сразу, как обычно, я так всегда проверяю. И отвели его по сторонам, прямо все, как будто это его дом. Ну, пришелся кот. И потом этот же кот, я думаю, притащил пятого. Вот теперь такой в боров вырос, такой белый серый. И через год, где-то летом появился кот в дворе. И они вдвоем дико играются. Ну, просто, просто играются. Потом этот кот пропал. Потом опять пришел. Посмотрю, опять вдвоем идет. Ну, мы его взяли к осени к себе. Три месяца подержали дома, чтобы стерилизовать, все сделать. Ну, так он остался. Но летом, правда, они все разбежались. Два дня есть, день нету. Потом опять приходят. Сейчас пока уже собираются опять. Зимовать собираются, да? Ну, живут и живут этим. Две собаки у меня было. Ну, они отжили свое, как говорится, еще на мат. Ну, теперь мысли ходят. Наверное, собаку надо тоже завести. И Алиса просит собачку. Ну, и пять. Сразу. Ну, пять лет, но я что-то пока торможу, пока не до этого. Ну, придут. Куда же вы денетесь? Ну, если уже начали думать, наверное, время настанет. Да, да, время настанет. Вот это счастливый дом, куда приходят коты, это совершенно точно. Мы желаем вам удачи. Напоминаем нашим радиослушателям, что концерты Вячеслава Митрохина и оркестра будут вот прям скоро начнутся. Когда начинаются? Ну, в этом вот 6, 7, 20. Уже в ноябре, да? Это простые. Нет, вот в октябре. А, в ноябре, да. 6, 7, 14 и еще какое-то число, ну, именно концерты. Будут по Латвии, в разных городах Латвии, а также будет 23-го числа рождественский такой рок-крисмас. Ну, это было 6, 6, это в Риге, да, в Риге. И 6, 5 концертов в провинции, ну, там Лепа, Венцмасс, я уже говорил. Это на страничке в Фейсбуке можно информацию получить. На нашем сайте тоже мы напишем, на Микс Ньюс ЛВ, да? Ну, и телевидение, мы сейчас звоним там эти в передачи во все, которые возможны, скорее всего, что попадем. Билешу Парадизе торгуют билетами. Вот, Билешу Парадизе. Да, и СВХ, новый сайт у них такой, и через СВХ можно купить билеты в Землю Блазма. Ну, в принципе, это действительно музыкальное событие, вот любители музыки. Очень хочется надеяться. Стоит обратить внимание на такой... На рок-крисмас. Качественный местный проект. Ну, будет совсем не похоже ни на что. У нас программа подходит к концу уже, буквально осталась одна минуточка. Мы не успели спросить о проекте сказок «Алиса в стране чудес», который вы хотели снимать с дочкой. Ну, теперь уже, наверное, к весне. Да, то есть мы надеемся, что это тоже у вас состоится. Желаем вам, да, снять музыкальные клипы тематические с дочкой Алисой на тему сказок. И спасибо, Вячеслав, за участие в нашей программе, спасибо за рассказы. И напоминаем, что наш телефон 930-6384 работает еще неделю в помощи 25 людям, которым очень нужна кнопка жизни. И мы просим вас сделать этот звонок. Потому что они очень ждут ее. Вам желаем удачи, хороших концертов и поддержим вас всегда. Спасибо, спасибо. Всего доброго и до следующего вторника.